Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы обсудим тему поп-философия. Да, поп-философия очень большая проблема, особенно в современном интернете. Очень много попсовых различных философских течений, ну не течений даже, а просто нагромождение тупейших банальных фраз, ступейших банальных тезисов, и некоторые даже пытаются их доказывать, да и то как-то криво. Получается просто сплошная тупость, которая иногда прикрывается мудростью. Ну, например, паблик философия. Тонны, тонны банальщины, тонны попсы, я не знаю, как будто бы высказывания, которые взяты из песен попсовых поэтов, это глупости. Не только попсовых поэтов, именно попсовых певцов. Это отвратительно. Мы будем пытаться сейчас отличить поп-философию от обыкновенной. Каковы главные критерии? Главный критерий, определенно, это банальность, наивность, ну и распространенность. Ну все это как бы даже очень похожие тезисы. Нужна банальность, а часть всегда наивна и распространена по определению. В общем-то, поп-философию можно обнаружить уже на уровне тезисов. Что же это такие за тезисы? Давайте смотреть сами тезисы непосредственно. Один из главных таких глупейших и абсолютно недоказуемых тезисов это «Будь самим собой». Подойдем к этой проблеме по-философски давайте сначала. Существует ли я? Вопрос. Существует ли я? Ну, Картезий, ну, так как, то есть, говорил, да, когит эргосум, я существует, в этом и сомнится нельзя. Нет, нет, все значительно сложнее. Например, в европейской философии уже Хайдеггер подверг сомнению субъект Картезия, например. Ну то есть, уже я как-то существует не так, как у Картезия, у Хайдеггера. Буддисты тоже отвергают я, например. Буддисты прямо точно отвергают я. То есть, вообще, существование я – это не какой-то всеобщий мировой консенсус. Не все бы договорились о том, что я существует. Следующий философский вопрос к данной концепции – а насколько я конструируема? Ну то есть, а не можем ли мы конструировать я вообще как угодно? Ну и еще один вопрос – как быть самим собой. Ну то есть, как будто бы есть какая-то предопределенность. Да, определенно в некоторых учениях, например, в протестантстве предопределенность есть. Да, есть предопределенность в некоторых учениях и преимущественно в христианстве, да, есть такое. В определенной ветве христианства предопределенность существует. Но ее надо еще доказать, что есть какой-то вот ты сам. Ты сам, который делает то, что должен делать, который делает то, что ему предназначено. а есть какой-то ты сам, который ерундой занимается, что ли? Ну, который не ты сам. То есть как будто бы можно быть не самим собой, а можно быть самим собой. Вот такое вот разделение же, оно странное. Что есть ты сам, как и неконструкция, например? Или есть какой-то внутренний ты сам, какая-то душа? Так это всё доказывать надо, и не просто балаболить, будь самим собой. И почему-то будь самим собой, какой-то мужик в палатке ногами наружу лежит, в этой картинке, что за бред вообще, зачем, почему, что в этом его самого, непонятно. Понимаете, мы уже на уровне философском всё опровергли. Ну, по крайней мере, убедились в том, что сам тезис колоссально сомнительный. То есть я, я существует, когит эргосу недостаточно. Конструирование может быть, да может, может быть, ну, какого-любая степень конструирования многогранного допускаться. Нет, всё равно есть какой-то, как будто бы ты сам с какими-то определёнными положениями. Ну, интересно. Ой, следующий тезис. Живи настоящим. Живи настоящим. Ну, судя по выражению, можно жить прошлым. Ну, то есть воспоминаниями. Можно жить будущим, ну, то есть надеждами. А можно жить настоящим и наслаждаться сейчас. Потрясающе. Ну, во-первых, начнём с того, что, например, историки живут прошлым. Ну, что, получается, эти люди глупые, там, никакую-то философию не испытывают. То есть, получается, да, конченые бедные историки. Или, например, люди, которые занимаются построением общества будущего, либо пытаются что-то прогнозировать, на что-то надеяться, что-то пытаются предугадать. Это тоже глупые люди, получается. Они же не живут настоящим. Непонятно, непонятно. Более того, если человек будет жить настоящим, не значит ли это, что он не будет особо думать о будущем? А если он не будет думать о будущем, не значит ли, что его будущее настоящее будет значительно хуже, чем оно могло бы быть, если бы он думал о будущем постоянно и пытался конструировать будущее? Например, старик, который откладывает себе на старость. А в старости будет чувствовать себя значительно лучше, чем старик, который жил настоящим и спускал все свои деньги. Вообще, последовательно применять принцип «живи настоящим» – это безумие. Это безумие, которое вообще не соотносится ни с какой рациональности. Но, допустим, что значит «живи настоящим в полной мере»? Вот ты получил зарплату сегодня, получил зарплату, все отлично. Там, не знаю, 30 тысяч, 40, 50, все за один день спусти. У тебя сегодня есть эти 50 тысяч, и живи сегодня настоящим. Спусти все 50 тысяч, и потом голодный месяц. Шикарно, это шикарная, в общем-то, концепция. А действительно, это вот такой вот способ последовательно действовать данному совету. Вы получили зарплату, тратьте ее всю этот день, кайфуйте там, не знаю, яхты, снимите яхту, на лимузине проездитесь по городу, покажите, как вы живете настоящим, а потом уже вот живите другим настоящим, который будет значительно хуже, еще, может быть, вы еще и умрете в процессе проживания вот того настоящего, когда вы потратите все деньги. Также непонятно, почему нельзя наслаждаться прошлым, например. У нас в прошлом, ну, у многих людей, я думаю, в прошлом, много хороших, прекрасных моментов в жизни, просто потрясающих моментов. Почему бы не наслаждаться моментами прошлого, например? Почему человек не может жить прошлым и наслаждаться этим? Почему запрещено это? Почему люди, которые говорят эту фразу, запрещают это? Почему нельзя жить надеждами? Если сейчас все не так уж хорошо, как могло бы показаться, почему надо обязательно, в общем-то, делать сейчас лучше, а не потом? И потом тоже можно сделать лучше. Притом потом можно делать нам много лучше. Ну, плевать, всем плевать. Я считаю, что все концепции, связанные с прошлым, настоящим и будущим, имеют место. Ну, они, в общем-то, все важны. Они все проявляются так или иначе в культуре. Это нормально. Это нормально. И упор, например, в некоторых учениях, например, лови момент, живи настоящим, они в буддизме, например, может быть, да, превалируют стремление к настоящему. Безусловно. В коммунизме, например, превалируют стремление к будущему. Почему бы и нет? А в исламе, в каком-нибудь радикальном, наоборот, стремление к прошлому. Почему тоже бы... Почему бы... Почему и нет? Почему, да... Почему нужно отрицать прошлое и настоящее? Прошлое и будущее. Непонятно, откуда такие мудрости внезапно возникают, и почему их все пропагандируют просто массово, оголтело. Ну, бывает. Ой, вот еще одна. Жизнь одна, потому ее следует прожить ярко. Запомни раз и навсегда. Жизнь одна, она твоя. Шикарно. Ну, здесь тоже... Здесь просто опровергать даже нечего. Если человек на полном серьезе доказывает вот эту вот чушь, даже, там, авторов философских приводит, но он идиот просто, простите, он глупостями занимается. Во-первых, нужно доказать, что жизнь одна, между прочим. Ну, просто доказать, что нет прирождений никаких, что никакой загробной жизни. Наука это доказать, в принципе, и не может, потому что она не занимается исследованием таких вопросов принципиально. Она их отрицает еще очень давно, эти вопросы. То есть, ну да, изначально наука формируется как вещь, изучающая какие-то эмпирические закономерности в природе и выводящая какие-то общие законы, которые касаются исключительно естественной среды. Поэтому все откровения, все учения о Господе, они были на церкви. Когда церковь и наука полностью разделились, ну, в общем-то, наука осталась безрелигиозной составляющей, но она просто это никогда не исследовала, и просто в изначальных установках науки не лежит никакой возможности исследовать такие вопросы просто в принципе. Так вот, доказать-то все-таки надо, да, что жизнь-то одна. Но даже если она одна. Даже если она одна. Разве из этого следует, что нужно ее прожить ярко? Мы можем жить как угодно, на самом деле. Может жить не очень ярко. Можно жить как вам хочется, не знаю. Можно жить как вам не хочется. Жизнь можно прожить по-разному. И не важно, как вы, в принципе, ее проживете. Ой, моя следующая любимая фразочка. Выйди из зоны комфорта. Одно из самых попсовых высказываний последних лет. Мол, выход из зоны комфорта заставит тебя адаптироваться и совершенствоваться. Впрочем, а где она, зона комфорта? Ну, давайте честно признаем, что большинство людей существует в относительной бедности. Вообще, большинство людей в любой стране, даже в европейских странах, большинство людей существует в относительной бедности. Они не настолько богатые, чтобы жить очень уж комфортно. Все вынуждены работать. Работать это уже не зона такого уж комфорта. Это не ты сидишь так на диванчике, отдыхаешь. Нет. Это совсем не зона комфорта. Они вынуждены работать чаще всего пять дней в неделю. Иногда больше. Иногда чуть-чуть меньше. Четыре дня в неделю, например. Вот получается, что? Кто находится в зоне комфорта? Сейчас, подождите. Ну и давай, 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 давай. Вот. Так вот. Кто находится в зоне комфорта? Мало кто находится в зоне комфорта. Большинство людей... Но по словам, в общем-то, последователей этой теории, большинство людей находятся в зоне комфорта. Типа они согласились со своими условиями жизни, это и есть условия комфорта. И это первое противоречие. Противоречие с наблюдаемой действительностью. Большинство людей как раз потому и не развиваются, и не могут сдвинуться с места. Они погружены в систему безостановочного круговорота за пределами зоны комфорта. Они настолько далеко от зоны комфорта, что попытка выйти за ее пределы еще дальше будет отдавать физическими проблемами, недосыпам и прочим. Ну, например, если вы работаете на заводе, а потом приходите и пытаетесь устроить бизнес там ночью, головой работаете, просто пашите, выдумываете что-то, тратите свои деньги, вы потом, в общем-то, загнетесь. У вас будут проблемы со здоровьем большие, недосып будет здоровенный. Просто это глупо. Это уже глупо как бы получается. А нет, а сторонники вот этой теории зоны комфорта верят, что вот есть зона комфорта, там все там отдыхают, им там прекрасно просто. Да, они смирились со своими заводами, со своими офисами. Они могли бы сделать намного больше, но они сидят в зоне комфорта. Да. Также заметим уже ближе к философии, что-то более философское. А если вот еще великий мыслитель Аристотель писал, что философия появляется как раз по той причине, что у свободных граждан появляется много времени. Если бы философ работал в поле постоянно, целыми днями, он бы не смог мыслить, у него не было времени на это, он бы уставал, он бы приходил домой, потом бы отдыхал там, а не придумал бы что-то новое, не пытался создать методы научного исследования, не пытался бы создавать новые исследования, нет. Если бы у философа не было рабов, по крайней мере в Древней Греции, дела бы у него постояли значительно хуже. Ну, он не смог бы мыслить просто. Кроме того, самый развитый греческий поле Софина известен своими празднествами, перами, которые как раз напоминают нам, что свободные греки все же жили в зоне комфорта. Ну, в большей зоне комфорта, чем все остальные греки, и тем более не греки. Так вот, жили эти люди, так скажем, в большей зоне комфорта и произвели значительно больше различных достижений. Как это объясняется, да? Они же в зоне комфорта были больше остальных. Как они произвели больше всего достижений, чем остальные? Непонятно. Непонятно. Так же, ну и для чего выходить из зоны комфорта? По мнению, большинство последовали эти теории, чтобы попасть в еще большую зону комфорта, получается. То есть, получается, радикально, опять же, противоречие. Надо постоянно увеличивать свою зону комфорта, получается, и постоянно из нее выходить. Вот ты был в зоне комфорта, все было хорошо, вышел из зоны комфорта, стало посложнее, дальше, 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 и так до бесконечности, ну или пока не загнешься. Прекрасная теория, зашибись просто. Ну, на самом деле, просто тупость. Тупость, тупость, тупость. И когда философски пытаются обосновать эту полную фигню, ну, вот детский сад тоже. Ой. В здоровом теле здоровый дух. Еще одна такая дебильная фраза. Ну, или люди, которые защищают, в общем-то, гармонию тела и души одновременно. Вот, человек должен быть и умный, и сильный, и красивый. А инвалиды как вам? Ну, то есть, инвалид, получается, он уже не может обрести здоровое тело по определению. Что с инвалидом? У него дух, получается, нездоровый априори? Или качок автоматически становится интеллектуалом, например? Ну, я, например, очень редко встречал умных спортсменов. Очень мало, их катастрофически мало. К сожалению. Именно люди, которые профессионально даже занимаются спортом. Их очень мало таких вот умных интеллектуальных людей, честно. Они обычно не очень умненькие такие спортсмены. А и качки тоже зачастую не очень умные. Особенно в тех сферах, которые не связаны со спортпитом и прокачкой. Вот вообще абсолютные дураки даже они бывают. Рассуждать нормально не умеют обыкновенно. У них наблюдаются банальнейшие, в общем-то, проблемы с рассуждениями. Как и на самом деле у многих людей, в принципе, здесь качки особо не выделяются. Они не являются какими-то особо глупыми созданиями. Но в целом их физическая прокачка не ведет к развитию интеллекта ну никак. И к развитию духа тоже никак он ведет. Очень много прокачанного было физически. Есть какие-то копники, которые физически сильны. Ну, в здоровом теле здоровый дух, правда. Глупость, глупость, глупость. Но в физических нагрузках нет ничего плохого в целом. Это никак, на мой взгляд, не влияет на развитие интеллектуальное. Ну, только если человек, конечно, не занимается целыми днями и больше ничем, кроме этого, ничего не делает. В таком случае, да, конечно, физические нагрузки будут вредить интеллектуальному состоянию. Потому что мой интеллект тоже требует большого количества времени для развития. Ой, ты сам хозяин своего счастья. Либо ты каждый сам кузнец своего счастья. Это тоже глупость в целом. Ну, понятно, что большинство людей в целом зависимо. Ну, даже доказывать нечего. Все мы зависимы от различных, в общем-то, обстоятельств. Например, факторов очень много, конечно же. Но от различных обстоятельств мы зависимы. Например, от количества стартового капитала. Мы можем стать хозяинами своей части и разбогатеть. В теории можем. Но чем меньше наш стартовый капитал, тем сложнее. И чем меньше наша заработная плата, например, сегодня, завтра, там, послезавтра. И чем меньше состояние там нашей семьи, тем вероятность это значительно меньше. И тем меньше у нас будет попыток на то, чтобы стать хозяинами своего счастья. Ну, это на примере богатства. Так можно на примере чего угодно, в общем-то, рассуждать. В общем-то, факторов много. И внешний мир очень активно воздействует на это. Можно, конечно, просто... Просто... Просто радоваться. Просто радоваться. И тогда ты сам будешь хозяином своего счастья, конечно. Просто радуйся. Будьте нищим, голодай и радуйся. А тогда, да. Тогда прекрасно. Ой, страдание – основа человеческого существования. Тоже непонятно. Ну, да, у нас есть две больших сверхкультуры. Христианская и индийская, в которых основой является страдание. Страдание – фундамент христианства, потому что Иисус, в общем-то, страдал на кресте. Понятно. И страдал за человечество. И люди, которые христиане, последовательные христианской культуры, они должны подражать Иисусу Христу. Понятно. Такой тип жертвенного страдания в христианстве приветствуется определенно. Да. И страдание чаще всего, очень часто в христианстве, даже среди нехристиан, понимается как нечто положительное даже. У буддизма, в буддизме, в индуизме и прочих вот таких индийских религиях все несколько иначе. Просто два разных страдания. Для индуса страдание не является жертвой, причем не является желанной жертвой. А для индуса страдание – это страдательный залог. Ну, то есть, что-то производит действие над нами, мы не можем ничего с этим сделать. Кстати, возвращаемся сюда. Ты сам хозяин своего счастья, да. Дело в том, что различные факторы воздействуют на человека, и он не может ничего с ними делать. Например, какой-нибудь правитель города может убить тебя, или может забрать твой урожай, или может там убить твоих детей, например. Вот, просто потому что может. И ты здесь, в общем-то, зависим. У тебя есть какие-то желания, но ты не можешь их воплотить, потому что от тебя их воплощение практически не зависит. И поэтому ты страдаешь в этом мире. Ты жертва страдательного залога. Кстати, поэтому индусам свойственно такое положение, что ты не хозяин своего счастья, конечно, но отстраниться от всякого счастья и от всякого несчастья с помощью медитации все-таки можно попытаться. Так вот, получается, что у нас два разных страдания. Два абсолютно разных страдания, которые переводятся просто одним термином. Страдания основы человеческого существования. Мы рассмотрели только два региона, культурно-христианские и индийские, но есть еще китайский регион, в котором до буддизма, но о страданиях не очень-то любили рассуждать. Есть различные другие регионы, в которых страдание не является главной темой. Ну, получается, страдание основы человеческого существования. Серьезно, не вижу оснований для этого, для утверждения. О, страдание полезно. Это чисто просто христианские стереотипы. Ну, в статье все это, конечно, разобрано, но обсуждать здесь его тоже не имеет смысла. Ой, творчество, смысл, жизнь, ура, ура. С учетом, что большинство людей, в принципе, не обладает творческими способностями. То есть, они не могут производить ничего нового, они просто повторяют. Какой же это смысл жизни для человека, если человек просто глупо что-то повторяет? Не знаю, честно говоря, не знаю. Даже среди деятелей искусства именно творческих людей меньшинство, потому что, ну, большинство деятелей искусства не производит ничего нового. Большинство из них очень утонченно делает что-то старое. Как же это может быть смыслом жизни, если вот у нас есть группа людей, занимающихся искусством непосредственно, и только меньшинство из них занимается творчеством. Вот. А еще есть огромное количество человечества, которое не занимается искусством вообще. Как вот смысл жизни вот такого вот количества людей? Причем не обязательно, что человек, который занимается творчеством, считает, что творчество его смысл жизни. Вот что самое важное. То есть, там еще меньше людей. То есть, вот люди, для которых настоящее творчество, то есть, создание чего-то нового является смыслом жизни. Вот эти вот люди, их очень-очень мало. Есть еще люди, которые занимаются творчеством, но для них это не является смыслом жизни. А есть люди, которые занимаются искусством, но для них творчество не является тоже смыслом жизни, потому что они не занимаются творчеством. Ещё есть просто обычные люди, которые творчеством и искусством вообще не занимаются. Как? Как это может быть смыслом жизни для всех вдруг внезапно? Непонятно. Очень-очень-очень непонятно. Да, кстати, ну как это обычно объясняют сторонники вот данного предрассудка, они говорят, что все занимаются творчеством, даже какие-нибудь там ремесленники, которые делают ботиночки, они тоже занимаются творчеством, они что-то там создают. Только они не создают ничего качественно нового, и поэтому то, что они делают, не соответствует определению творчества. В общем, проблема. Нам всё-таки нужно определиться с тем, что такое творчество, но иначе получается, да, действительно, все занимаются творчеством. Только какая тогда ценность? Какая ценность от того, что люди производят что-то качественно новое? Есть люди, которые производят что-то качественно новое. А есть люди, которые просто что-то делают. Нам надо уметь различать это уже на уровне определений. Если мы не умеем различать творцов с одной стороны, которые создают что-то уникальное, от людей, которые создают херню, простите, это просто плохое определение творчества. Оно просто ничего не значит. Любого человека можно назвать творческим, тогда это определение ничего просто не означает. Оно не дает человеку никакой определенности. То есть, мы все занимаемся творчеством. Ну, замечательно. Ну, хорошо. Просто это нам ничего не проясняет. Когда нам придется, если все творческие, придется рассматривать разновидности творчества. Вот, например, творчество репродуктивное. То есть, повторяющееся творчество. Что-то повторять обязательно надо. Есть продуктивное, например. Вот такое деление можно вести. Но только нет. К сожалению, творчество это то, что по определению является продуктивным. То есть, качественно новым. Ну, предавать, лгать, изменять плохо. Это я тоже рассказал. Это христианские грехи, которые были чаще всего взяты просто из ниоткуда. Что все это плохо. Ну, родители там говорят своим детям. Ну, бывает. Ничего особого нет. Презрение клиповому мышлению тоже характерно для поп-философии. Некое клиповое мышление вдруг возникает, которое выхватывает там информацию из сетевого потока. Люди не могут очень много концентрироваться. Все становится там сложно. Люди тупеют. Люди деградируют. Все так плохо. Ну, в общем, банальщина. Определенно банальщина. В статье разобрано, ну, почему клиповое мышление не является уж таким уж плохим явлением. Ну, хотя бы, в принципе, уже потому, что большую часть истории человечества, подавляющая большинство людей, вообще читать не умели. И писать не умели. У них не то, чтобы клипового мышления в данном случае не было. У них даже вот, ну, даже близко вот к такому уровню мышления, для которого добрались большинство людей сейчас до клипового этого мышления. У них просто даже такого близко не было. Для них вот это вот клиповое мышление – это вершина. Это просто космос. Это невероятное достижение для всего человечества. Они читать умеют. Они писать умеют. Они не только умеют читать и писать. Они еще и читают и пишут каждый день. Представляете себе? Представляете, как вот человечество продвинулось, да, внезапно. И у нас нету оснований как-то клеймить клиповое мышление, потому что оно зародилось так-то относительно недавно. Мы еще не увидели потенциал его развития. Может быть, есть гениальные люди с клиповым мышлением, которые используют его каким-то особенным образом. Ну, почему бы и нет? Почему обязательно надо клеймить что-то? Ну, вот да, большинство книгачей в прошлого мыслили не клипово. Они читали громадные книги. Порой даже очень скучные. Порой даже те книги, в которых большая часть страниц полная фуфуо. Но они все это внимательно читали. И отыскивали там только все самое полезное для себя. И в итоге становились там умными. Разбирали тексты. Ну, в общем, молодцы. Хорошо, красиво. Это один подход. А есть другой подход, когда мы выбираем большое количество информации. С ним вот из большого количества информации что-то выщипываем себе. Находим какие-то маленькие элементики. И с ними уже работаем. Ну, можно и так. Можно и так. А если усовершенствовать этот метод, может быть, даже получится что-то очень даже хорошее. Почему нет? Мне не видится проблема с клиповым мышлением очень большой. Потому что сейчас, в наше время, людей без клипового мышления даже, наверное, больше, чем когда-либо за всю историю. А людей с клиповым, ну, столько же, наверное, или даже чуть больше, чем людей, которые не умели читать в прошлой эпохе. Прогресс, все равно, интеллектуально произошел большой прогресс в любом случае. Ой, да, презрение к обществу потребления. Великие наши леваки, в общем-то, добились своего. И теперь общество потребления считается чем-то плохим. Вот человек с телефоном изображен на картинке. Вот гад, конечно, да, сидит и в телефоне, в телефоне роется. Какой ужас, какая трагедия. Как же это отвратительно, да, наверное. Ну, презрение к обществу потребления, оно свойственно, ну, всем философам, поп-философам дурачкам. А в чем проблема потребления? Люди потребляли, ну, всю историю человечества они что-то потребляли. В большей степени, в меньшей степени, да, они потребляли. Они выбирали из различных марок товаров. Они что-то себе хотели приобрести. Да, даже в СССР люди потребляли. Ну, социализм, конечно, который против капитализма был. А в капитализме, как известно, потребление больше. Но, но, в СССР-то люди тоже потребляли. Нет никакого типичного потребителя, какого-то там тупого человека, который гонит за марками какими-то. Вот какого-то мистического, вот этого идейного человека, типичного потребителя. Это просто околофилософский миф. Это мифический человек, которого не существует. Вообще все люди потребляют. Да, и все испытывают какие-то вот предрасположенности к тем или иным маркам. Ну, кто-то хочет себе айфон за 75 тысяч. Почему нет? Хочет. Телефон хороший, телефон качественный. Я уверен, качественный телефон. У меня никогда его не было, ну, плевать. Понимаете, ну, мне плевать. А кому-то не плевать. Кому-то хочется с хорошим телефоном ходить. Почему нет? Это как будто бы реально находит, ну, делает какой-то колоссальный отпечаток на психике всех людей. Как будто бы нет ни одного человека, который бы избавился от вот этого вот потребленческого настроя. По-моему, это глупость. Ну, по-моему, есть огромное количество людей, которые живут в обществе потребления и хорошо к нему адаптировались. И при этом не испытывают никакой психической нагрузки от того, что все вокруг потребляют, от того, что есть продукты потребления. В чем проблема, как говорится, в чем проблема? Потому что люди как зомби ходят с телефонами. Это тоже глупость. Там люди общаются, там люди ищут информацию, там люди смотрят кино и слушают музыку. Вот эта вот штука, которую держат они, это не зомби. Это, наоборот, люди, которые каким-то образом развлекаются в данный момент. По-моему, все здесь очевидно. Ой, будь в потоке. А это почти синоним с живи настоящим. Только с астоическим привкусом патому и подчинением ему. Ах, и ничего, что, кстати, детерминист до сих пор тоже не доказан. Но вот давайте, да, пусть будет так. Живи в потоке, подчинись потоку. Очень, кстати, даосская концепция. Ну и буддийская даже, наверное, в том числе. Починись потоку, друг. Только проблема в том, что даусизм и буддизм это сложные доказанные учения, которые имеют очень сложную структуру. А вот эта вот попсовая чушь, ну вот просто попсовая чушь. Будь в потоке просто потому, что быть в потоке. Ой, элементарными называют такие истины, которые человек открывает последними. Еще одна банальщина, еще одна глупость. Мол, самыми последними мы открываем что-то вот такое простое, самое элементарное. Да, что врать это плохо, что предательство это плохо, что измена это плохо, что надо выйти из зоны комфорта. Вот такие вещи, мы не приходим к самым последним, прям понимаете. А тем временем наука, философия, религия развиваются, дико развиваются, усложняют свои концепты. Тем временем происходит колоссальное усложнение концептов, и с этим тоже ничего не поделаешь. Появляется какая-нибудь феноменология, которая просто фантастически сложная. Представьте, вот да, Гуссель вдруг внезапно вам сказал, надо придирать общество потребления. Я вот долго исследовал феноменологию, феноменологию очень долго исследовал, там, не знаю, редукцию там проводил, эпохи, всё-всё-всё, выносил за скобки. И вдруг я понял, наконец-то ко мне пришла истина. Пришла истина, что надо выйти из зоны комфорта. Вот, понимаете, вот это как-то так работает, это настолько дебильно. Или, например, Эйнштейн. Я написал, в общем-то, книжку про ОТО. Или столь, ну, неважно, берём любую из его интерпретаций, написал книжку о СТО. И я думаю потом в итоге. Хм, на самом-то деле из всего этого следует, из всего этого следует, что нужно, например, что творчество это смысл жизни. Вот что я понял внезапно. Понимаете, это настолько тупо, когда сложные вещи вдруг внезапно, да, вдруг должны переходить в простые какие-то. А, ну вот ещё одно. Это квинтэссенция вот этого тупого высказывания предыдущего. Всё гениальное просто. Ну, это сумасшествие. Это определённое высказывание на грани с тупостью, сумасшествием. Произведения Фернселеста, например. Они простые, по-вашему. Ну, у вас слуха нет, ушей, может быть, нет. Они сложные, они прекрасные, они сложные, они потрясающие, они гениальные. А труды Достоевского, ну, это не фанат Достоевского, но они разве простые? Это разве так, ну, это разве Дарья Донцова прочитала так? Ну, всё понятно, отлично, хорошо. Всё гениальное просто. Нет, это всё не так. Гегель простой. Нет, он много гениальных идей, много потрясающих идей. Но при этом он не простой. Ну, с другой стороны, я ещё замечу, что слово «гениальные» мне не нравится, как всегда. Гениальные вот эти вот гении, ну, то есть деймоны. Ну, вы помните, да, мои рассуждения по поводу того, откуда появилось слово «гений» и «гениальный», и вообще к чему это относится. Ну, то, что гениальный человек, он подобен богам, в общем-то. Полубог, считайте. Ну, эти монологи, в общем-то, к этому ведёт. Слово «гений» — это калька, слово «даймон», ну, то есть демоны в Греции. Демоны — это определённые такие божества или полубожества, которые спускались, в общем-то, к людям, и что-то им шептали, передавали, или наоборот говорили «не делай этого», «не делай» или «делай это». Ну, в общем, вот такие вот божества. А вот и гении, типа, такие же божества, но разве они божества? Разве они не люди обычные? Я считаю, что люди. Поэтому слово «гениальное» мне, во-первых, уже не нравится. Во-вторых, что всё гениальное, ну, заменим слово «хорошее». Всё хорошее и всё качественное. Всё хорошее, всё качественное просто? Нет. Нет, просто нет. Я знаю множество примеров, которые говорят, что нет. Ну, вообще, вот и получается, что у нас куча поп-философии. И от поп-философии, на мой взгляд, надо избавляться, нужно её избегать. Люди, будьте очень внимательны, чтобы не попасть под влияние очередного поп-философа. А поп-философы – это глупость. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok